здравствуйте на канале это он тв программа тема дня сегодня я веду я михаил горин а в беседе со мной принимают участие мои коллеги израильские журналисты марк котлярский и павел маргулят здравствуйте коллеги мы с вами собирались обсуждать ситуацию с возможным осложнением выезда евреев из россии о чем говорилось на недавнем заседании правительства там высказывались такие опасения но вот как говорится нас услышали сегодня вот когда мы записываем наш выпуск пришло сообщение из российских сми информационных агентств я его зачитаю начальную 1 абзац басманный суд москвы в конце июля рассмотрит обращение московского управления министерства юстиции российской федерации о ликвидации автономной некоммерческой организации еврейское агентство сахну которая занимается вопросами репатриации в израиль конец цитаты коллеги первый вопрос заседанию правительства мы еще вернемся израильского а первого прозвольствия с этим это как утверждает российская сторона там представитель дипломатического российского ведомства чисто юридические вопросы на них не стоит даже обращать много внимания бывает у нас какие-то разбирательства с некоммерческими организациями или это что называется приплыли два ночи посмотрите когда прилетела первая ласточка когда сахнут получил где-то не 10 тому назад предупредительное письмо об административных нарушениях было ясно по моему многим что это на самом деле только первая ласточка след за которой прилетит какой-то коршун скажем так и вот он сегодня судя по информации прилетел и все к этому идет я не удивлюсь тому что идет процесс ухудшения наших взаимоотношений с россией и угроза сахнута это не последняя угроза ухудшения наших взаимоотношений марк к тебе в принципе тот же вопрос тот же вопрос только я добавлю а собственно говоря что это это попытка торга с израилем тогда что от нас требует замен это как-то связано с войной в украине и возможной позиции израиля с чем мы имеем дело я думаю что скорее всего с торгом пока и я не безусловно тут играют свою определенную роль отношения израиля с украиной которые меняются меняется в зависимости от правительства да и в частности говорили об этой информации о том что значит собираются через суд закрывать сахнут я выяснял кстати как раз перед программой это торгисты не совсем так то есть действительно на поверку формальный то есть с формальной точки зрения речь идет о чисто административных нарушениях которые должны решить суд потому что по большому счету решение о закрытии международной организации принимает не минюст а мид минюст может только рекомендовать миду закрыть то есть поэтому речь о закрытии не идет но тем не менее я хочу сказать что это наверняка некий предупредительный звонок который так сказать должен насторожить безусловно наши правительственные органы правительственные учреждения присты организации которые так или иначе заинтересованы в том чтобы лавировать между теми каплями дождя которые приходятся увы к сожалению нашим непростом и сложным политическом мире поэтому я думаю что это как правильно сказали это тревожный сигнал и недаром буквально за день до записи нашей программы помелькнуло сообщение что якобы российский посол анатолий викторов высказал такую выказал такую точку зрения что кремль и значит не устраивает нахождение на должности премьер-министра ира лапида правда через какое-то же время последовало опровержение посольства что якобы она ничего подобного не говорила и что как бы так сказать это это вообще не дело посольства вмешиваться во внутренние дела говорила не говорила было не было но тем не менее мы все прекрасно знаем что такое вброс да то есть как в том старом анекдоте нашлись ложечки нашлись осадок остался павел вопрос к тебе возвращаясь к тому заседанию правительства которое было пару дней назад и было было сообщение 13 по моему нашего израильского телеканала о том что на этом заседании высказывалось опасение что вот на фоне всех этих событий это еще было до вот этого сообщения про сахнут из москвы что на фоне всего происходящего в израиле опасаются что россия может затормозить или создавать препятствия для репатриации евреев российских евреев в израиль сахнут как мы знаем этим как раз и занимается это основная в общем-то его функция помимо просветительская и других каких-то это вопросы репатриации скажи пожалуйста по твоему мнению действительно ли может дойти до ситуации когда что называется дверца захлопнется и как она физически может захлопнуться только для евреев но смотрите я читал информацию наших журналистов о том что формулировка претензий к сахнут у такая что он способствует утечке из россии умов и людей занимающихся наукой которые могу могут что-то привнести в российскую промышленность в российскую науку а это означает что это не будет касаться только евреев это будет касаться всех людей которые считаются ценными сотрудниками это один из процессов на мой взгляд закрывание россии это конечно же связано с украиной обратите внимание что это фактически через день-два после визита путина в иран укрепление вот этой оси и то что сказал марк сейчас вчера один из наших телеканалов 12 телеканал опубликовал мнение господина виктора по-моему да посол россии в израиле недовольство позиции израильского руководства российской спецоперации недовольство высказываниями а высказывание делала пит у нас был самый активный и там не было названо имя лапида но понятно кто имелся в виду вот эти высказывания и в продолжение этого высказывания посольство отреагировала официально и в этой реакции было написано что мы не хотели бы чтобы отношения хорошее отношение между нашими странами которым уже 30 лет вот в этот период в основе с момента восстановления чтобы они пострадали это явная угроза конечно же для того чтобы мы как бы сменили курс своей поддержки украины он у нас и так не очень активный но все-таки он есть и вел этот курс как раз таки лапит ну и вот и буквально следующий день эта угроза начинает воплощаться в жизни вот этим сообщением менюста и обращением в суд для того чтобы закрыть там по моему 28 июля 28 июля должно быть заседание заседание сюда и я не удивлюсь это как я уже сказал это угроза и по моему мнению по мере продолжения войны в украине наши отношения будут ухудшаться ну как мы видим в россии ухудшается отношение не только с израильным со многими странами безусловно марк вопрос тебе скажи пожалуйста неужели возможно сейчас по прошествию стольких лет когда в россии стала сменилась власть распался сср открылся выезд и так далее что может опуститься железный занавес только для евреев или не только для евреев как говорит павел ну что такое в принципе возможно действительно звучит фантастически совершенно правильный вопрос миша то есть трудно себе даже представить что такое возможно и возможно ли вообще но я конечно не хотелось бы быть правосвестником худшего но вынужден признать что такое возможно будет может быть не надо даже он будет другом каком-то виде да потому что скажем не нужен никакой железный занавес достаточно взвинтить цены уже сегодня цены на авиабилеты из россии в европу или в тот же израиль совершенно бешеные да то есть например прямой сама и который хочет уехать репатриироваться он найдет средства и заплатит даже то что подороже не всегда миша кроме говоря о том если что если верить российской статистике то всего 10 процентов мы дальше не говорим евреев да у 10 процентов населения россии есть зарубежные паспорта в 10 процентов то есть куча народу вообще дальше москвы никуда не ездила поэтому как бы в этом я не вижу ничего необычного ну поднимут цены и в результате будут ездить только пять процентов а мы же прекрасно знаем жившие при советском союзе при железном занавесе что была определенная прослойка людей которые спокойно себе ездили за границу без проблем не испытывая имеет чуть ли не открытые визы поэтому я думаю что все зависит опять-таки я думаю что все зависит данном случае от нескольких факторов один из них это война которая идет до сих пор продолжается и непонятно когда она закончится потому что аналитики из пентагона прогнозируют что она вообще будет идти чуть ли не полтора года ближайшие да то есть это это война это первое а второе это еврейский вопрос то есть то как он будет будет ли он каким-то образом влиять на ту ситуацию в россии которая сейчас начинает на наших глазах развиваться павел вопрос к тебе недавно как известно в израиле побывал джо байден президент сша можно долго обсуждать итоги его визитов и что что там осталось за рамками но публично была высказана высказанная интересная вещь который многие обратили внимание джо байден публично попросил израиль помочь украине с оружием это было достаточно странно вот такая попытка не то что попытка то что израиль поставили в такое достаточно неловкое положение когда он должен выбирать между тем отказать ли своему другу американскому президенту или продолжать свою линию ну по сути дела практически не вмешательства в этот конфликт или ограничение исключительно такими гуманитарными гуманитарной помощью не сомневаюсь что на это обратили внимание и в россии как может быть история с сахнутом и вообще нагнетание этой темы что возможно их будут трудности для репатриации вообще в принципе это вот предупреждение израилю в ответ на просьба байдена и это тоже конечно же значит смотрите я честно говоря ожидал что после визита путина в иран россия в качестве жеста доброй воли по отношению к ирану ужесточит свою позицию по действиям израиля в сирии но видимо с этого еще прошло мало времени там пару дней всего но россия пока действует вот скажем так гуманитарном плане ограничивая работу сахнута закрывая сахнут и может быть еще какие-то организации будут ограничиться еврейские в россии израиль мы же как и знаем пытается вот все эти там четыре пять месяцев идти между каплями дождя и у нас было несколько высказываний помощь была чисто скажем так гуманитарная то есть медикаментами касками бронежилетами причем не для солдата для работников медицинских и так далее то есть мы наверное не могли вообще быть нейтральны и вообще ничего не говорить по этому поводу потому что это было бы мне кажется аморально в принципе но тем не менее мы вели сдержанную позицию занимали сдержанную позицию и вооружением украине не помогали несмотря на всем известные требования украинского посла обращение к нам неоднократно и так далее но я не удивлюсь что если мы будем продолжать то наше взаимоотношение с россией обострение перекинется и на россии на сирию то есть на взаимодействие израильских ввс и российских ввс там я вполне ожидаю потому что мое мнение что все что связано с россией вокруг россии и внутри россии будет только хуже будет только хуже потому что страна ведет войну и будет вести себя соответственно в военному положению в этой стране а там уже ставки очень высоки и внутренние и внешние конечно марк к тебе тогда заключительный вопрос тоже отталкиваясь от того что сказал павел нас ждет нагнетание ситуации в отношениях с россией по всем фронтам что называется я думаю что да если мы не найдем какой-то выход вообще честно говоря я еще раз я выступаю с одной стороны безусторонником прекращения войны в любом раскладе как бы там ни было я понимаю что в любом случае россия так сказать поступила как агрессор напав на украину без объявления войны что называется да и как бы так сказать уничтожая украинские города но при этом я не приемлю требований к израилю которые которые выставляют украинские завышенные требования к израилю я считаю что израиль делает максимум того что он должен может делать да и как бы вот сейчас бенни министр обороны показал подписал приказ поставки бронежилетов и касок не говоря уже о том огромном гуманитарной огромной помощи которая оказывает израиль этого мне кажется вполне достаточно учитывая действительно то что нам предстоят очень тяжелые и очень сложные дела на наших собственных границах вот и тем более что сейчас слава богу наконец-то этот хваленый запад коллективный начал хоть какие-то поставки вооружений обещанных давно потому что я читал кстати исследование нью-йорк-таймс которые пишут о том что есть разница между обещаниями которые запад кормит украину и тем количеством поставок оружия которое на самом деле идет украине поэтому как говорится чья бы корову мычало но сейчас украине вот америка поставила буквально сегодня было сообщение что новые системы залпового огня утвердена новая помощь размере пяти и семидесятых миллиардов долларов франция что-то поставит какие-то истребители то есть идет помощь украине идет и я надеюсь что это тоже пик в какой-то степени переломит ситуацию мы же находимся гораздо более сложной ситуации об этом уже тоже указывали многие комментаторы и многие обозреватели об этом говорили он мы должны вести куда более взвешенную и куда более что ли скажем так неудобную может каких-то отношениях политику потому что нас безусловно ждет очень серьезная разборка на наших границах будь то на границе с ливаном потому что хизбалла уже начала угрожать военными действиями или будь то усиление иранских прокси на границе с на голландских высотах то что происходит сейчас это на это нельзя закрывать глаза и этот фактор безусловно необходимо учитывать коллеги большое спасибо за участие в этом разговоре напомню что со мной сегодня беседовали израильские журналисты павел маргулян и марк котлярский всего доброго